Я напомню, что сегодня на кальдаре 16 августа, вторник, и все ближе и ближе новый учебный год. 1 сентября откроют свои двери не только школы, колледжи, что там, университеты, но и начнут работу различные кружки, секции. Ты рад? Я очень. Ну, потому что мне, к сожалению, уже не ходить в кружки секции, ну, разве что с детьми. Но об этом, о дополнительном образовании поговорим мы с руководителем регионального модельного центра дополнительного образования Ульяновской области Антиповой Ирины Владимировны. Ирина Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Ну, как? Готовы дополнительные учреждения дополнительного образования, наверное, уже к учебному году? Да, конечно. Сейчас идет активная подготовка к новому учебному году. Дополнительное образование начинает работать не только с 1 сентября. Кружки у нас запускаются с 1 по 15 сентября. Поэтому у родителей есть еще шанс успеть в последние записаться в кружки и в начале сентября. И это, наверное, самая массовая запись. Она идет именно в сентябре, потому что родители определяются с расписанием занятий. Смены порой до конца не ясно. Да, в какой смену работают. Поэтому мы в настоящий момент находимся в активной стадии подготовки. В Ульяновской области на текущий учебный год будет введено более 7 тысяч кружков для детей. Это кружков? Кружков по шести направленностям. Это техническая, естественно-научная, социально-гуманитарная, художественная, физкультурно-спортивная и туристко-краеведческая. Кажется, все просто охватили, мне кажется, да? Да, но в любом случае самая главная задача системы доп. образования – это доступность доп. образования для детей с различными потребностями. Сегодня дети очень чутко понимают, чего они хотят. У них возникли эти потребности, и это самое главное, что мы теперь отвечаем на запрос детей и открываем все больше и больше новых направлений. Тех направлений, которые непосредственно дети, пробуя, занимаясь в этих кружках, пробуют свою будущую профессию, выбирают свою будущую профессию. Тем самым самоопределяются в профессиональном развитии. Сегодня доп. образование – это то направление образования, которое позволяет ребенку ближе подойти к осознанному выбору специальности и своего профессионального развития. То есть такое доп. образование уже профориентационную работу на себя забирает? Да. Воспитательную и профориентационную работы – это два основных фактора, которые должны раскрываться в любой программе доп. образования. Вот вы назвали шесть таких основных направленностей. Есть из них, вернее, можно выделить те, которые пользуются большим спросом, и те, куда, может быть, не очень дети хотят идти? Ну, конечно. Во все годы, во все времена самыми популярными были и остаются эта художественная направленность и физкультурно-спортивная. Все мальчики должны заниматься спортом обязательно, ну и, конечно, девочки. И художественная направленность, она массовая из-за того, что, ну, во-первых, там коллективы, и, следовательно, детей всегда больше. Ну и все мамы мечтают, чтобы дети, особенно девочки, хорошо танцевали, хорошо пели, были на сцене. Но и у детей эта потребность быть на сцене, она достаточно высока, поэтому эти две направленности занимают, в эти две направленности посещают более 60% детей. Следом идет техническая направленность. Не знаю, как это сказать, дань моде или это сегодняшний запрос общества на развитие... Вызов времени, наверное. Вызов времени, технологическая революция повлияла на то, что техническая направленность стала развиваться. Ну и, конечно, проект «Успех каждого ребенка», национального проекта образования, способствует этому. Благодаря финансированию и созданию, открытию таких у нас новых организаций, как детские технопарки «Кванториумы». Их в Ульяновской области уже пять. IT-кубы в этом году открывается третий IT-куб. И это информационное цифровое образование для детей в доп. образовании. А вот с какого возраста, например, IT-клубы? Все это с 5 до 18 лет. В соответствии с законом об образовании, бесплатное дополнительное образование везде предоставляется детям от 5 до 18 лет. Более маленьким детям и более старшим детям. Доп. образование также дается, но на платной основе. Или же в виде общественных организаций уже, каких-то пространств и так далее. Возможности есть, в общем-то, у всех. У всех абсолютно. У всей молодежи есть возможность. Кроме этого, выросла, расширилась сетка организаций доп. образования. Раньше доп. образования предоставляли только центры детского творчества, детско-юношеские спортивные школы и детские школы искусств. На сегодняшний день доп. образования предоставляют 90% общеобразовательных организаций, то есть обычных школ. В этом году доп. образование открывается уже в 14 колледжах. Все 4 вуза основных наших, все предоставляют доп. образования детям. И на базе вузов открыты детские и молодежные академии. Также доп. образования начинают предоставлять детские сады. Уже с детского стада. И в итоге в Ульяновской области это более 700 организаций, которые предоставляют доп. образования. А специалисты-то есть? Такой, наверное, серьезный вопрос. Масштабный проект. Конечно, доп. образования ведут педагоги доп. образования. Кто такой педагог доп. образования? Это, прежде всего, человек, который... Нет. Нет? Это человек, который увлечен сам чем-то. И этим готов поделиться с детьми. В доп. образовании нет стандартов. Поэтому педагог, увлеченный человек, он сам разрабатывает ту программу, по которой будет заниматься с детьми. Сам определяет цели, задачи, результаты. Сам понимает, как будет строить занятия. И задача регионального модельного центра именно заключается в сопровождении этих педагогов. Чтобы рассказать и показать им новые практики, новые методы, новые технологии, с которыми они могут вести занятия. Достаточно часто в доп. образовании, и самое главное, зачем мы следим, чтобы в доп. образовании не сидели дети за партами. Ну, это да. И так у поля этого хватает. Да, чтобы больше променялось игровых технологий. Чтобы больше променялось квизов, квестов, каких-то игр. Чтобы через игру и через практикоориентированную деятельность, что сначала собрал самолет, а потом понял, как он вообще собрался, и куда он полетел, и почему он полетел. Чтобы вот этот интерес побуждался через руки, через деятельностный подход. Вообще, то есть, у меня, например, есть увлечение, я им горю. Я могу прийти куда-то и сказать, я хочу вот этим увлечь детей. Да. То есть любой человек может стать педагогом дополнительного образования. Ну, есть, конечно, кое-какие ограничения. У нас есть и введён профессиональный стандарт педагога доп. образования. Ну, вот несколько лет назад нам с радостью как бы приняли то, что расширили возможность захода людей в педагоги доп. образования. Появилась возможность, что любой специалист по своему профилю, любой человек с педагогическим образованием, любой студент или магистрант, бакалавриат, кто окончил, или даже студент последних курсов обучения, может стать педагогом доп. образования. То есть фактически очень большой спектр. Педагогу доп. образования, ему невозможно научить вот этой профессии. Это ты должен сам это всё освоить, полюбить и захотеть поделиться этим. Дети же чувствуют фальшь, если тебе самому неинтересно, или ты рассказываешь, что неинтересно. Да, тут бесполезно. И надо, наверное, вот это вот в некоторых людях остаётся вот тот кусочек детства, когда он сам не доиграл и хочет поиграть вместе с детьми. И это вот особенно выражается на технических специальностях, когда уже непонятно, дети вокруг педагога или педагог вокруг детей, кто конструирует этого робота, или кто делает эту игру, программу. Вот они очень часто разрабатывают игры. Скоро, наверное, в конце даже возникает. Там просто вот очень сильная увлечённость только позволяет создать хороший кружок. Но, с другой стороны, есть и второй фактор. Ведь создав плохой кружок, дети в системе доп. образования могут уйти в любой день. Как подошли, так и уйти. Поэтому фактор не набора детей. Это первый признак некачественной работы педагога. На педагога идут? Идут на педагога и идут на свой интерес. То есть когда вот это всё совпадает, и вот эта многогранность раскрывается ребёнку, и у него есть интерес приходить на следующее занятие, и педагог выстраивает так, что ребёнок хочет идти на следующее занятие, а не идёт по расписанию. Тогда, конечно, появляются и раскрытия, и таланты новые, и победа на разных конкурсах. В Ульяновской области введено более 200 конкурсов по разным направлениям с выходом на всероссийский и федеральный уровень для детей по доп. образованию. Поэтому свои таланты они все проявляют и раскрывают как раз своими победами на соревнованиях и конкурсах. Кстати, большое количество кружков, большое количество детей. Говорите, что такой активный период с 1 по 15 сентября по записи. А записаться можно исключительно, придя в организацию? Нет. Мы, конечно, тоже шагаем в ногу с цифровыми технологиями. Как было раньше, наверное, Володь, от своего детства, когда я приходила за физиологию. Да. А сейчас? Сейчас, конечно, у нас введена уже информационная большая платформа, навигатор дополнительного образования Ульяновской области. Этот навигатор позволяет полностью увидеть весь спектр кружков, полностью изучить любую программу, выбрать, на какую программу ты хочешь записать ребенка. Кроме этого, поглядеть оценки этой программы бывшими, обучающимися их родителями. Поглядеть результаты достижения детей по этой программе. Тем самым сделать осозданный выбор. Ведь если вы наберете просто робототехника, по одному Ульяновску вам выдастся порядка 40 кружков, которые открыты в Ульяновске по робототехнике. И выбирать надо по каким-то другим признакам. Поэтому есть достаточно гибкий поиск, гибкое меню, по которому можно оценить программу. И выбирая программу, ты уже видишь расписание группы по этой программе. Ты как родитель, ты уже можешь как-то сопоставить. Будет успевать ребенок? Не будет. И самое, наверное, интересное в этом вот навигаторе, что в этой системе есть и возможность самоопределения, в какой кружок. Достаточно часто родители не понимают, в какой кружок отдать. И начинается либо дань моде, либо я ходил, пел, и ты пойдешь петь. Либо выбирают по каким-то признакам, которые... Только с ребенком поговорить. Дети в возрасте 6 лет готовы идти на все. В семье уже никуда. Дети в возрасте 14 лет. Кроме свободного личного времени и посягательства на их время. Это очень сложный выбор. Как раз надо с 6 лет уже ребенка так воспитать, чтобы к 14 у него уже этого свободного времени не было, чтобы он любил свой кружок и ходил у него. Я думаю, это все и делает. Для этого и создается вот это многообразие, чтобы каждому ребенку нашли, раскрыли его талант в системе доп. образования. И, конечно, в навигаторе есть один из модулей. Это умный навигатор, который с помощью тестирования ребенка и ответы на такие глупейшие, казалось бы, вопросы, что тебе нравится, картошка или сосиска. Но психологически этот тест составлен профессорами Московского государственного университета, определяется его предпочтение в выборе кружков. И эти предпочтения сразу выдаются родителю на экран. Какие кружки его ребенку больше подходят. И куда бы советовали бы отдать ребенку. Очень интересно. Ну что ж, пора окунаться в тесты. И второе еще у нас есть. У нас с конца того учебного года записать в кружки и секции можно через госуслуги. Госуслуги всем известная система. И в этой системе есть у нас с вами одна из госуслуг, запись в кружки и секции. Выбирая эту услугу, выбирая кружки, ты очень быстро, моментально записываешь ребенка. Ну что ж, все становится доступнее, все становится ближе. Ждем с нетерпением нового учебного года открытия учреждений дополнительного образования. Спасибо большое за такую интересную, приятную утреннюю беседу. Телезрителям напомню, что сегодня у нас в студии была руководитель регионального модельного центра дополнительного образования Ульяновской области Антипова Ирина Владимировна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова